Здравствуйте, меня зовут Василий Дмитрий. Я работаю инженером в компании Postgres Pro. До этого я занимался эксплуатацией Postgres. Если кто еще не знает, то Postgres это свободно распространяемая. Есть много компаний, которые ее используют. На картинке представлены некоторые из них. Из российского сегмента это HitHunter, Avita в качестве основных, Яндекс, который в проекте Яндекс.Почта перешел 40 на Postgres, ну и много других компаний. Есть много свойств, которые отличают Postgres от других СУБД, но здесь я не буду углубляться. С точки зрения эксплуатации скажу, что Postgres это предсказуемый ведущий себя СУБД, достаточно расширяемый и отлично документированный. СУБД развивается сообществом. А, ну еще хотел добавить по поводу независимости. Postgres не принадлежит ни одной из компаний, как это часто бывает. Например, возьмем Android и Google, MySQL и Oracle, позднее Oracle, то Postgres на самом деле никому не принадлежит. Он разрабатывается мировым сообществом. Есть российские разработчики, они внесли достаточно много изменений. Вот здесь представлены трое, которые работают у нас в компании. Они внесли поддержку локализации, полнотекстовый поиск, слабо структурированные данные, методы индексации, некоторые расширения, которые позволяют быть совместимыми с MS SQL, ну, соответственно, там, например, для запуска 1С. Все они, как я сказал, работают компанией Postgres Professional. Мы позиционируем себя как российским вендором Postgres, мы занимаемся, начиная от обучения, заканчивая поддержкой. Итак, доклад про масштабируемость. Масштабируемость, если мы зайдем в Википедию, это способность системы увеличивать свою производительность при добавлении ей новых ресурсов. Бывает так, что задачу можно распараллелить. Существует такой закон Андала, который звучит о том, что если задачу можно распараллелить на несколько кусочков, то время выполнения этой общей задачи будет не меньше, чем самый минимальный нераспараллельный кусок. Исходя, есть математические выводы из этого закона, которые означают, что если задачу можно распараллелить на 95%, то при добавлении 512 вычислитеров, по-английски процессоров, мы достигнем производительности в 20 раз, x20. Когда мы говорим про ресурсы, то прослойкой между ресурсами и программой является операционная система. С точки зрения операционной системы Postgres выглядит как-то так. То есть это есть группа процессов, которая называется бакэнды. Они появляются при каждой новой сессии. Когда какой-нибудь клиент пытается установить новую сессию, форкается новый процесс. Грубо говоря, он однопотоковый. Ио на разных системах ведет себя по-разному. Ио может параллелить, а процесс один. И они общаются с разделяемой памятью, сториджем, утилизируют CPU. Первое известное измерение производительности Postgres провел Роберт Хасс в 2012 году. Это было время Postgres 9.2. Есть такая утилита, достаточно известная в кругах, кто использует Postgres. Это PgBench. Это тулза, которую написали для себя разработчики, чтобы мерить как-то деградацию или повышение перформанса. Она запускает несколько коннектов сессии к Postgres. И начинает лупить разнообразными запросами, как заранее заготовленными, так и какими-то своими. Получилось так, что где-то у него… А, по оси Y у нас отложено значение, которое достигает производительность системы. Это количество транзакций в секунду, то есть порядка 400-350 тысяч транзакций в секунду. А по оси X здесь отложено количество клиентов, которые подключаются к Postgres. Ну и так как машина была 64-ядерная и считалось, что каждый клиент утилизирует только одно ядро, то Роберт Хасс сделал заключение, что Postgres масштабируется до 64 ядер. В 2015 году мы, соответственно, получили от компании IBM машинку 8-сокетную, на которой решили освежить этот тест. Как выяснилось, ну, соответственно, с этого времени перформанс вырос, то есть где-то на 9.2 он где-то здесь заканчивался. 9.4 на самом деле недалеко так ушел. Свежий релиз, который вот скоро выйдет 9.5, просто почти линейно растет до 200 клиентов и имеет большую производительность, чем 9.4. Это обосновано тем, что пересмотрены некоторые параметры, ключевые, которые позволяли заложенными методами в Postgres расширяться, увеличивать свою производительность, то есть размеры хэштаблицы и так далее. Ну, чтобы как бы описать проблему и вообще как бы к чему я все это начал разговаривать, вот с точки зрения эксплуатации, если ты дашь больше ресурсов в системе, то она должна дать не меньшую производительность. А вот на самом деле оказывается все это не так. То есть если мы запустим Postgres на 256 CPU, у нас будет производительность нарисована синим, а если мы увеличим количество ядер вдвое, то у нас происходит деградация. То есть где-то здесь на 150 клиентах происходит насыщение, и большое количество процессоров, вычисликторов начинает просто мешать Postgres. Если мы отложим по оси Y то же самое, что у нас было в транзакции в секунду, а по оси Y максимальная производительность системы в транзакции в секунду, а по оси X количество CPU, на которых эта производительность была доступна, то видно, что где-то на 120 ядрах добавление новых ядер не увеличивает перформанс Postgres. Если все это суммировать с законом Andal, то можно представить, как будто есть вычисляторы, эти самые процессоры, которые выполняют большую задачу системы произвести как можно больше транзакций в секунду. Есть кусочки, соответственно, нераспараллельные. Они называются участком критического кода, и именно есть подозрение, что именно в них проблема. Изоляцию критических участков в Postgres можно делать, например, тремя способами. Это самое простое. Так как Postgres работает вообще на всем и вся, можно его скомпилировать, например, с поддержкой семафоров, если есть какие-то проблемы с атомарными операциями. Семафор — это, соответственно, с помощью него… Он уходит в состав POSIX, он достаточно простой, но обладает низкой эффективностью. Атомарная операция — это возможность взять какую-то переменную и произвести с ней какие-то… Например, инкрементить, причем сделать это в эксклюзивном режиме. При помощи этого можно произвести достаточно сложный алгоритм, который будет изолировать вам какой-то участок кода. Ну и самый, наверное, распространенный — это спинлок. Куски этих спинлоков можно встретить… Куски именно Postgresового спинлока можно встретить во многих open-source проектах. Я, например, видел в PHP, в множество других проектов. Прям не мудрство и лукавое. Там сверху написано, что это Postgres и так далее. Спинлок — это… Он использует атомарную операцию. Он использует атомарную операцию. Преимущество его в том, что он сначала проверяет, есть ли какое-нибудь значение в переменной. И если значение не позволяет алгоритму продвигаться дальше, он начинает ждать, пока значение в этой переменной не достигнет какого-либо значения. Например, MS SQL, он тоже работает на спинлоках. В 2008 году они зарелизили версию, у которой было одно из новшеств. Это то, что они вот этот вот параметр инкремента слипа, ожидание пока переменная примет какое-либо значение, сделали экспоненциальным. Это прямо было в релиз notes. Но на самом деле Postgres намного раньше это внедрил. У спинлока плюсы — это полный контроль алгоритма, но минусы — это эффективная изоляция только небольшого кусочка кода. То есть если в этом критичном участке кода находиться очень долго, то это очень сильно влияет на общую производительность системы. Но это было видно из закона. Ну и, соответственно, мы проводили какие-то эксперименты. Проводя этот эксперимент, решили понять, что же происходит, чем занят CPU в этот момент. Мы взяли вот этот вот участок и вот эти вот участки. Хотели посмотреть, чем занят в этот момент CPU. Оказалось, что он занят и с локом. Это тот самый спинлок. PERF — это утилита, которая поставляется вместе с Linux. Очень удобная, но ее проблема в том, что она однотрендная. То есть, например, чтобы с помощью нее построить график вызова функции, то есть кто вызвал функцию, которая у тебя находится в топах, потому что это всего лишь служебная функция, невозможно было в наших условиях. То есть он график этот там строил несколько часов. Ну и на помощь пришел, соответственно, стандартный GDB. С помощью GDB скриптов и рэндом сэмплинга мы эпизодически просто бэктрейсили состояние баканда в Postgres. Оказалось, соответственно, как мы ожидали, что это pin-on-pin буфер. Кто особо внимательный, мог увидеть, что он присутствует. Вот здесь вот 1,82%. Тут необходимо переключиться на… еще один… взглянуть на Postgres с другой стороны. То есть у нас есть клиенты, у нас есть бакэнды, которые… клиенты создают сессии. Эти сессии… Эти сессии обслуживает бакэнд. Они все работают с шариной памятью. Память, понятное дело, бита на кусочке, страничке. И бывает так, что появляется какая-то страница, в которую приходит бакэнд, и чтобы его… в условиях многоядерной архитектуры, чтобы его… эту страницу не выбили ему из-под ног, бакэнду нужен эксклюзивный доступ к этой странице. Так как система в любой момент может разрешить бэкграунд-воркеру, допустим, удалить эту страницу или переместить, считая, что она неоптимизированно расположена, или она уже устарела. Такое может возникнуть, например, когда бакэнды борются, например, за вершину бутрия дерева, когда вы делаете массированные агрегейт-функции по таблице какой-либо, у вас может случиться так, что при большом количестве клиентов и хардварно независимых CPU будут проблемы с доступом к определенной странице. Ну и, соответственно, мы начали решать эту проблему, перепробовали там кучи патчи, в итоге дошли до такого состояния, то есть от SLOG избавились, здесь появилась подготовка, здесь в топах появилась другая функция, которая, соответственно, была раньше ниже. И производительность патча позволила Postgres дальше расти от 150 клиентов до 350. Масштабирование, если мы отложим по CPU, можно сказать, что где-то до 200 почти линейно, до 250 увеличивает свой перформанс. На самом деле, что все это значит? Здесь немного рекламы Postgres. Это эффективная утилизация ваших ресурсов, одновременно большее количество работающих клиентов, потому что это важно. У нас в планах также архитектура x86. Все, что мы проводили, это было PowerPC, OpenPower8. В наших планах сделается новый буфер-менеджер, на томиках вырезать спинлоки из него, потому что уже в современной многоядерной архитектуре наступает на пятки. Мы думаем об улучшении алгоритма изоляции транзакции. Это как раз, грубо говоря, вторая в топах первая была функция. Соответственно, для NOM-архитектуры… Мы работали в условиях NOM-архитектуры, мы замеряли, сколько это может произвести деградации. Получалось порядка 10-15%. Но, как вы сами понимаете, это достаточно тяжелая задача правильно расположить в памяти, шареную память для бакэндов. Спасибо за внимание. Вопросы? Спасибо. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что ваша фирма, которая недавно образовалась, коллеги, разработчики будут принимать участие в дальнейших конференциях. Спасибо, что вы приехали. Вопрос, пожалуйста. У меня очень важный вопрос про инструментарий разработки вот этого года данного. Вот, например, когда вы сравнение показывали на той странице, мне сразу пришло по сравнению с MySQL, Кварковским. Самый первый. Можно принести его в Квар. Да, вот. Есть ли какие-то расширяемые доступности именно инструментарий? В NOM-архитектуры просто отличаются инструментариями. Вот Гвард Бэдж, я считаю, что это вообще. А вот что-нибудь на счет тех, кто остается? Ну, как говорят разработчики, постгасы, постгасы это вот. Сначала не инфраструктура, это база данных, да? В ней организуются какие-то какие-то утилиты. Те или иные утилиты можно почитать на миг. Конкретно вам. Я пошел по типу Workbench. Например, под Firebird есть тоже утилита похожая на Workbench. Она вот для Firebird все то же самое делала. Под MySQL есть, как там, Workbench, а для... Короче, Debiver, пробовали? Debiver. Дебiver? Работа с MySQL, с подростом. Я понимаю, что вы пришли из Enterprise. Привыкли вот к взломанному SQL-нагригатору, или там, в Adobe, с Oracle работать. Вот такая же линия, которую вы посмотрите. Смотрите, есть компания WordPress. В Workbench, я работаю с MySQL. Ставьте Дебiver, он вообще Ялвский. Там нет как-то тему-ти-будима, там все-таки... Нативным для постгаса является ПГАДН. Да? ПГАДН. ПГАДН? Да. Он умеет, например, дебажить функции, которые вы пишете. Коллеги, я думаю, что это действительно для куларов. Это, скажем, вы отлично общените вопросы. Вы не выживаете? Но он... Все аудитории... А переносимость с других баз на постгаса, она совместима с тем же сравнением, например? А переносимость можно... Я не знаю того, чего не поддерживает постгаса. Есть специфичные штуки, например, для MSU-сквейли, которых нет в постгасе, кластерной индексе. Ну и можно организовать с помощью постгаса и т.д. Есть некоторые раковые функции, которых не хватает в постгасе. Или интерпрайзинг функции, например, там, отсылки почек. Но все это так, как у вас есть в АКСИ, там, перл, бетон, вы можете это все напоставлять. В общем, все возможно, но я бы сказал так, что те, кто писал свои задачи с использованием самых свежих возможностей Microsoft и Oracle и т.д., все шансов не имеют практически. А кто писал, как это считается у нас, плохо, то есть не используя самых свежих специфических возможностей, все все шансы имеют, да? Где-то у постгаса есть проблемы, где-то и вопрос спросить, а вот как бы дополнить. Про доклад будет следующий, и, я думаю, те же вопросы будут примерно и ко мне. По поводу тех, кто Microsoft и Oracle использовал, шансы у них, наверное, все-таки есть. У них же были шансы платить за лицензию Microsoft и Oracle? То есть написать костыли, как Калебе выразился, можно, да, это затратится время, это затрата ресурсов. Просто надо понимать, что перейти с оркла на Postgres или вот раз базу данных, как следующий доклад будет, это тоже не бесплатно. Ну, это, естественно, не бесплатно, просто иногда это возможно, а иногда это дешевле переписать надо. Ну, как бы, чтобы подмены понятия не было, то есть перейти, это не значит перестать платить. Да, конечно, платите, платите, платите за все, платите свободно и не значит бесплатно. Ну, так далее, я продерживаю полочек. Ну, что ж, тогда... Несколько вопросов. Первый вопрос. Указанный момент патч войдет в 9.5? Уже версии, наверное, 10-12 обсуждается, уже подключились сообщества, короче, кипит, кипит. Что касается, соответственно, спинлока, насколько я понимаю, он был при обращении к шармингуферам, правильно? Он будет смеяться, там есть статистика, которая контриком делается, буфер кэш, да, Типа, количество бакбендов, которые заюзали в тот или иной буфер. Вот это было как раз для спинлок примерно здесь, то есть накрементировался вот этот счетчик. Ну, контриб, этот контриб включен всегда по умолчанию? Он включен всегда по умолчанию, он будет продолжать работать. Речь о отрезании не идет, а речь о том, что будет слишком уже додасовывать спинлок, а давайте использовать чисто это. Не-не-не, я в другом. Контриб же они, грубо говоря, мы говорим create extension, да, и поехали. Вот, этот контриб, он включен по умолчанию в template 1 или же не включен? Нет, не включен. То есть по дефолту мы знаем? Нет, не включен, но это много... Когда мы говорим про расширяемость, все ожидают, что... Какие-то пишут extension, все ожидают, что Postgres внутри будет собирать эту информацию, даже если не включен тот или иной пример в виде контриба extension. Вы можете просто взять этот пример и сделать его под себя. Это не означает, что если не включен этот extension, эту информацию Postgres не будет собирать. Спасибо. Можно еще на вопрос? А можно в кулуарах? У нас просто уже совсем плохо. То есть если он не очень общезначен, давайте в кулуарах. А если вы считаете, что всем абсолютно интересно прослушаться, ответим на него, тогда можно. Нет? Спасибо. Так, еще есть какие-нибудь вопросы такие вот, глобальные? Спасибо вам большое. В кулуарах наверняка будет еще много вопросов. Пурсов, грубо говоря. Спасибо.